Парковка интересная, уличная, видите, она открыта такая, не в здании внутри автоматическое. Машина заезжает, как на лифте ее поднимают наверх. Интересно. Потому что места мало здесь в центре, поэтому все экономят на всем. Про выдачу средств через UnionPay в Южной Корее. Вы расплатиться карточкой можете, на самом деле, мало где. Газпромовская есть UnionPay, но снять деньги можно. На вообще легко любого банкомате практически это у нас, это KB Bank. В принципе, все банкоматы, которые я пробовал, везде выдают деньги. И практически в каждом банкомате зашито еще мультилангвидж, то есть универсальные языки, там английский есть. И даже здесь русский язык был, представляете. Поэтому комиссия берется достаточно большая, ну как, относительно заводы еще. Вот, поэтому вы тоже это учитываете. Ну, в принципе, это сделать элементарно. Если надо там деньги быстро получить, то можете воспользоваться не эксченджем, а просто пойти и снять деньги в банке. Какая-то интересная штука там впереди. Дорога тоже перебегают местами тут, ребята. Не все соблюдают правила. Ну, наверное, в Китае с этим пожестче. В Китае там же этот, social ID, который там нарушишь, и потом хрен его спросует, берешь. Здесь, как бы, в этом плане, наверное, попроще. Вот, Suzuki. Это, наверное, какой-то автомагазин, что ли. Вот еще один пример того, как работают конгромераты большие. Это SK, тот самый SK Lubricants, который ZIG. У них огромнейшее, просто колоссальное количество разных дочерних предприятий. У них разные сферы инвестиций в разные бизнесы, поэтому не странно увидеть. SK Telecom. Как у нас, например, было бы, ухоил Телеком, например, да. То есть они инвестируют в разные бизнесы, вообще никак абсолютно не связанные с энергетикой, не связанные с переработкой нефти и так далее. Они во все инвестируют. В принципе, сейчас, наверное, больше даже инвестируют в зеленую энергетику, в всякие системы там, алисалкинга и так далее. Поэтому тут все так они работают. Вот в Корее, пожалуйста, есть Ворбанк. Я так полагаю, что в России тоже есть их сеть. Ворбанк. Просто, может быть, называется по-другому, но, по сути дела, это Ворбанк есть у нас. Такие. Большая сеть. Для любителей творчества Хаяла Миядзеки, в принципе, Койми я тоже себя впечатляю, наверное, потому что его фильмы, это такие прям шедевральные мультики, унесенные призраками, там, Ходячий замок, Мальчика-птица, Мой сосед Тотара. Это, конечно, знаковое место, потому что здесь все посвящено его творчеству. Я сюда вернусь обязательно перед вылетом, потому что не хочу с тобой таскать сегодня. Жарко на улице. 35 градусов, поэтому вернусь перед вылетом и что-нибудь себе прикуплю обязательно. Давайте приближимся по ценам на примере Nike, например. Вот эти вот кроссовки, самые-таки простые, 119 тысяч, это на наши деньги примерно 7 тысяч рублей, около 7 тысяч. В остальном, где-то примерно около 10 тысяч стоит кроссовки, средние, ну, такие, если средним взять, там, такие вот, такие вот, например. На наши деньги это примерно 10 тысяч рублей. Учитывая то, что сейчас ничего нормального-то нет, не продается у нас, везется все через пень-колоду, потому что непонятно, где оригинал, где фейк. Может быть, смысл есть туда ехать, именно в Южную Корею, потому что в Китае покупать вещи никакого смысла вообще нет, абсолютно. В Турции тоже с сегодняшним курсом, а вот в Корее, наверное, да, наверное, смысл какой-то есть, потому что здесь по сегодняшнему курсу можно, в принципе, сэкономить, ну, и, естественно, оригинальные вещи в фирменных магазинах продаются. Замамная инсталляция, конечно. Замамная инсталляция, конечно. Это реально похоже. На человека настоящего, да? Кажется, придумают, да? Смотри, прям реально как настоящие. Вот, а это. Не, ну, конечно, да, надо. Надо залезть на башню. Лоты, Волтауэр. Потому что... Потому что надо, надо. Башня невысокая. Она 555 метров, 123 этажа ниже, чем Бурж-Халифа. И здесь у нас история ее создания. Да, нет. Это все достопримечательности мировые. Здесь зачем-то просто где-то на столяце, очередь на лист. Вообще, надо по вечерам такие места посещать. Я на Барш-Халифе и вечером был на третий раз, а первые два раза был днем, поэтому могу с уверенностью сказать, что лучше вечером ходить. А куда мы залазили? Подожди, я залазил в Барш-Халифе, Токио Тауэр, Стамбульская телевизионная вышка, Московская Останкино, Шанхайская телебашня, Гуанчжоу телебашня и все, наверное. В принципе, наверное, правильно сделал, что пошел днем, потому что вечером тут народу наверняка пресс. Смотрите, днем, будний день, народу еще всегда хрена, вечером надо здесь твориться вообще трэш, поэтому... Ладно, будем смотреть днем, ничего страшного. Так, что сгинула, покажу, там в лифте интересно. Лифте. Лифте скамиọгколица, бля горячоу. Buenos说아, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сеул не такой большой по населению. Здесь живет 10 миллионов человек. Если сравнивать с китайскими городами, например, с Гуанчжоу, Пекином, Шанхаем или Ченду, то Сеул маленький город по меркам азиатским. 10 миллионов – это ни о чем. Это конгломерация, два региона, и Чхон, получается. И Сеул в них вместе проживает, ну типа, одна зонка, где вообще, 26 миллионов, а в целом всего лишь 10. 10. Речка такая-ся. Грязноватая. Вода. Как во многих азиатских реках. Тут где-то море же недалеко желтое. А, народ трется там, смотри. Точно, это у вас хорошее сейчас. Тут, наверное, можно подняться еще, скорее всего, на какие-нибудь... Происторические всякие. Помните, в Бурж-Халифе, там такая прикольная есть, смотришь, и как будто, как было раньше, показывают в AR дополненной реальности. Стадион. А, это Олимпийский парк, да? Да, точно, это и парк Олимпийский, как раз. Туда я тоже хочу сходить. На реке Ханган есть такая забавная плотина, видите, даже я не замечал никогда, смотри. Интересно, она работает как ГЭС, или просто... Так, специально сделали, чтобы сдержать поток воды, не знаю. Наверное, как ГЭС работает, потому что глупо было бы не использовать. Скорее всего, да, у нас вброс есть, только небольшой. Я думаю, что, скорее всего, да, там турбины, какие-то, стоят, вот видите, вот, где вот. Отключение-то... Дурбиновый ГЭС, наверное. Прикольно. Завтра в газетах мальчик из России наконец-то разбил стекло в башню первый раз за 20 лет. Все выше и выше и выше, поднимаемся. Тут местные ребята шарашат. Рисуют в стиле корейского поп-арта. Шаржи. Ну, тут, наверное, все остальное то же самое. Там, в принципе, наверх тоже подниматься. А, еще есть наверх. Вот он. Нет, потому что, ну... А свежий воздух-то надо выйти куда-то, точно. Это же не все помещение должно быть. По-любому есть. Они там устраивают всякие разные... Типа, как называлась передача-то, господи, во Франции. Форт Бояр, да? Франция же была. Тут есть тоже такое место, где они устраивают постоянно такие всякие передачи. Где лазят по верхотуре, там... Висят... Наоружа почти. Повеселее, мне кажется. Жарко, капец, сегодня 34 градуса. 34 градуса, по-моему. Площадки везде видите для вертолетов. На всякие пожарные сделаны. Ну, короче, Сью-Скай. Для галочки можно сходить, но... Неинтересно. Вообще, вот это просто реально неинтересно. Совсем. Если бурж-халифик там еще открытой площадке, есть пространства большие, такие, свободные, где можно свободно попасть. То здесь, как бы, просто за окном все это, ну... Серьезно.